приветствую всех на канале лана арт и сегодня я делаю обзор сортов тыкв которые выросли у меня в огороде приобретала я два сорта тыкв это цукатная вот такая и мускатная прованская вот такая в итоге я получила вот такое разнообразие я не знаю даже что здесь думать по поводу того переопылились ли они я не знаю переопыляются тыквы что касается вот этих двух они похожи одна более желтенькая другая более зелененькая если брать по цвету то они ближе к цукатной тут все-таки зеленое что-то есть но если брать по цвету скажем мякоти да то они более оранжевый тогда не ближе к мускатной по вкусу на мой вкус они абсолютно одинаковые они приятно имеют такой приятный сладковатый вкус непресные приятные шкурка у них одинаково мягко режется поэтому не знаю какой тыкве отнести к какому сорту то ли мускатная то ли про то ли цукатная то ли вообще что-то между ними получилось и еще у меня выросла вот такая тыковка светленькая на вообще как бы вот вы видите она вообще отличается от этих двух и я эту тыкву вообще не покупала не приобретала у нее другая мякоть и она имеет более жил жесткую корку вот эту ее труднее резать а такая более легкая что не знаю наверное из-за этого и в каталоге я нашла похожую тыкву вот она она называется она крошка очень похожа согласитесь производитель пишет что это более поздний сорт их я не знаю как ко мне попала эта тыква честно я вообще ее не приобретала цукатную я решила приобрести приобрести потому что она не накапливает нитратов опять же таки и ее рекомендуют для лечебного питания прованская тыква богата большим содержанием каротина и уверяю что она долго хранится комнатных условиях в общем то в принципе хотя наверное все тыквы долго хранятся ну в общем вот эту кроху я вообще не приобретала она мне была не нужна но тем не менее она у меня выросла по вкусу она более пресная чем вот эти вот цукатные мускатные или какой-то средний вариант который у меня получился что с ними я планирую делать какую-то часть я порежу кубиками пущу на заморозку какую-то часть скорее всего то из этих которые цукатные мускатные сделаю наверное попробую цукаты я ни разу не делал это будет мой первый опыт но попробую и что-то попробую сейчас вот в свежем виде пустить на тушение какое-то сделать либо овощное какое-то ассорти пожарить вообще попробовать как оно потребление в свежем виде потому что это для меня новая культура не мои родители никогда не выращивали в общем то вот деревне там у меня у бабушки тоже никогда не выращивали тыкву никогда с ней вообще не имела дело поэтому это первый год когда я выращиваю тыкву я училась ее правильно формировать потому что есть свои особенности формирования плети чтобы получить большой урожай но на самом деле за большим урожаем я не гонюсь у меня нет ни погреба ни подвала ни что-то достаточно большие тыквы вот хранить и они занимают очень много места поэтому может быть если буду выращивать возьму какие-то более маленькие экземпляры какие-то да в принципе для меня этого урожая вполне достаточно вот если вы имеете какие-то места для хранения то конечно это да тогда вы можете бороться за урожай тем более сейчас вот сады по вот эти вот россии предлагают какую-то семена гигантской тыквы который вырастает аж там до 70 килограмм но если честно конечно интересно но мне такая большая тыква не нужна мне лучше маленькие и вкусненькие не знаю как вам но мне лучше такие так что вот такой урожай тыквы у меня вырос на этом наверное все желаю вам тоже больших урожаев вкусных овощей фруктов до свидания